МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Принцип стал фундаментальной основой всей этой работы и позволил жителям лично участвовать в улучшении качества жизни в нашем городе как на уровне многоквартирных домов и дворов, так и в более масштабном смысле. На основе пожеланий жителей депутаты разработали семь проектов благоустройства общественных пространств. В их числе оборудование пешеходных переходов с интеллектуальной подсветкой, озеленение территорий на улице Родионова и Германа Титова, ремонт родильного дома в Химкинской областной больнице и другие. Вместе с Юлией Мамай проекты представили депутаты Артур Каримов, Надежда Смирнова, Евгений Наземцев, лидер движения общественной поддержки Владимир Харитонов. У меня, конечно, проект очень добрый, очень нужен для всего нашего городского округа Химкин. Это наш родильный дом. И это правильно. Нужен он для молодых, чтобы было пополнение, чтобы были росли наши химчане. Итоги голосования, а также другие просьбы и предложения химчан возьмут на контроль депутаты. Такую форму взаимодействия химчан с представителями власти жители многоквартирных домов оценили положительно. Наш депутат просто потрясающий человек. Большое спасибо Юлию Владимировну Мамай, что он с нами работает и работает достаточно продуктивно, помогает в решении многих вопросов. Впечатление достаточно положительное. Очень радует, что у нас все-таки администрация принимает участие в жизни нашего города. Действительно начала принимать участие. И большинство проектов идут на благоустройство и на улучшение комфортной среды городского округа. Такой формат взаимодействия позволяет организовать профессиональное сообщество единомышленников, команду людей, вовлеченных в процесс улучшения и развития своего дома, двора и города в целом. Этот подход полностью соответствует принципу губернатора Московской области Андрея Воробьева «Житель всегда прав». Аналогичные форумы планируют проводить во всех микрорайонах химок регулярно.